И всё, привет, ребят, с вами Стрелеванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик у нас по бездонату, новый замечательный, интереснейший видос. Вы на прошлом набрали довольно быстро 150 лайков, ну а я в свою очередь, как и сказал, если у нас активность будет набираться под видеороликами с бездонатом, то будем продолжать записывать, рассказывать, играть и потихонечку прокачивать данный замечательный аккаунт. Сегодня у нас обычный день, да, без никаких дополнительных фондов. Попробуем выполнить за данный видеоролик все задания, которые у нас есть ежедневные на сегодняшний день. У меня это осада, и, ну, по сути, всё можно выполнить в одном режиме. Посмотрим, удастся ли это сделать за два боя, если же нет, то, ну, за троечку, я точно думаю, справимся. 270 тысяч очков надо набить. Ну и попробуем в действии показать то, что у нас сейчас произошло в матчмейкинге на средних званиях. Как вы знаете, у нас произошли изменения с расходкой, которые повлияли очень сильно на... От боя на то, как вообще сейчас чувствует большинство игроков в матчмейкинге на средних званиях. В связи с тем, что расходка не так сильно решает без дронов. А у меня, как вы знаете, на этом аккаунте в своё время был приобретён и выкачан на фул дрон штурмовик. То у меня, как бы, есть двойное, может быть, даже тройное преимущество над любым противником в матчмейкинге. И мы посмотрим, насколько сильно за счёт дрона можно доминировать на подобном звании в матчмейкинговых боях. К всему прочему, пробуем... Ничего особо сильно не менять, да. То есть, то же самое вооружение, только с дроном, да. И, по сути, вот у меня с такой комбинацией посмотрим, что по итогу получится. Сумею ли я, например, за два боя выполнить заданочку. Ну и насколько большое количество очков мне удастся набить. Как видите, против есть бригадир с кризисом, который уже довольно неплохо наваливает. Но я думаю, что для нас это особой помехой не станет. Я буду пытаться накидывать свой дэмэдж и стараться зарабатывать свои очки, которые я должен, по идее, на изикаточке брать в подобных боях. Желательно было бы, конечно, если против бы играли бы ребята, которые были бы ваншотные, чтобы я просто давал бы по одной тычке, они бы просто улетали на респ. Но если такого не будет, то я, конечно, очень сильно не расстроюсь. Буду стараться максимум импакта вносить на своём вооружении. Ну и надеяться на то, что мне удастся выполнить две заданочки за полноценный... За полноценных два боя, да? То есть полтора минуты прошло, 4 кило есть. Здесь больше надо акцент делать именно на уроне. Поэтому я думаю, что было бы неплохо отправиться сейчас ближе к респауну противника и тут уже пытаться накидывать дэмэдж, да? У нас есть против пулемёт, как я уже сказал, с кризисом на бригадире. Нормально, в принципе, иметь кризис, я думаю. Но мне, я думаю, что и со штурмовик вам будет неплохо. Без никаких кризисов. Спокойно кидывать дэмэдж по типам, по 1600, за тычку. Ну и видите, как большинство игроков играет без никаких дронов. А если есть там дроны, то они не качаны. А если они не качаны, то они, по сути, никакого дополнительного буста к расходке вам особо не дают. То есть, ну, разница очень сильно колоссальная. И как я уже говорил в предыдущих видеороликах, я не понимаю, честно, зачем делаются такие обновления. Потому что, если у нас был минимальный дисбаланс за счёт моей прокачки вооружения, то сейчас в подобных званиях, в подобных боях дисбаланс чувствуется намного, намного жёстче за счёт того, что у меня ещё и имеется фуловый дрончик, да. То есть, если бы я сейчас бы играл, были бы не бригадиры, а были бы вот все такие вот младшие лейтенанты, как вот этот, например, молодой человек, то вы бы просто увидели, насколько жёстко можно разваливать всех и вся в подобных боях. Ладно, у меня есть овердрайв. Могу поражать, в принципе, на своих тиммейтов дать. Ну, так вот просто 1200 по воспу. Ну, ещё добавки 1200, и он просто улетает на резку. Я думаю, что на изи-каточке даже удастся выполнить за два боя. За два боя задания в 270 тысяч урона. Заодно и посмотрим, сколько я за один бой набью. Но мне кажется, что по 135 тысяч за бой вполне реально накидывать урона на подобных каточках. 3-0 ведём. Полбоя у нас прошло, 17 киллов у меня набито. То есть, по сути, где-то около 35 киллов я могу за подобный бой бить. Это очень неплохой результат. Ну, и было бы неплохо, если бы я ещё бы мог бы не попадаться на каких-то жёстких воспожиг, которые меня очень быстро респят. Если такая возможность будет, то будет ещё лучше. Ну, и, может быть, во вторую катку у меня вообще там пикнет против каких-то моих званий. И там вы увидите вообще просто колоссальнейшую разницу. Если здесь она ещё не так сильно чувствуется, да, здесь, потому что есть какие-то ребята, которые тоже донатерские прокачаны. То есть, если здесь будут только мои звания, я думаю, что там будет вообще габела полная. Бесшансовая. Даже и тут, я бы сказал, что довольно-таки просто. Довольно-таки просто. Прожмём здесь овердрайв. Главное, чтобы мне эта бомба не славала. Курсейда. Хорошо. Клескил. Ещё можно было бы добавить, но я, к сожалению, слился. Так, можно было бы сейчас байкаточку быстро не заканчивать, ещё пилов дать. У меня 600 очков. Очень неплохо пока что идёт. Но на этом мы останавливаться не будем. Определённо. Надо ещё попробовать дать. Желательно, как можно больше. Мне вот интересно, что вы думаете по этому поводу, друзья? Что вы думаете по поводу вот таких вот обновлений? Что, как, как вам вообще на таких званиях играется? Нормально? Нормально, когда у вас нету дронов? А против пикаются типы с фулл прокачанными дронами? Нормально чувствуете себя? Я думаю, что не очень комфортно. Ну, мне, конечно, в этом плане нормально. А вот противнику, я думаю, что не очень приятно. Ну и вы посмотрите просто, насколько колоссальная разница по очкам. У меня 700, при том, что я не захватывал половину точек. У меня 700. Второго места 360. Это просто ужас. Это просто ужас. Так, смотрим, сколько я набил урона. А урона набил, к слову, довольно-таки мало. Я думал, что я набил намного больше. 95 тысяч наколотил. За бой с досрочкой. Ну, возможно, без досрочки где-нибудь 120 тысяч бы колотнул. С досрочкой, как вы видите. Не так уж быстро залетело. Но надеемся, что сейчас пикнет какой-нибудь получше каточку. И попробуем 170 дать за бой. Это, конечно, будет очень жестко. 170 за бой. Но постараемся против генералов каких-то забрасывать. Бригадиры, генералы. О, это уже будет очень плотно. Я думаю, что каточка против генерала. Вот сейчас с гауссом, который отключает расходку. Это вообще больно будет. Я вот не понимаю, почему он попадает. А мне с такой раскачкой довольно тяжело попасть. Как-то несправедливо. Что он попадает постоянно. А я не могу попасть постоянно. Так, попытаемся сейчас опять отправиться куда-нибудь на давление. На респаун к противнику. Был бы у меня, конечно, бустер. Мне было бы еще больше возможностей дать дэмэджа. Но, к сожалению, бустера у меня на аккаунте нет. Поэтому пытаемся просто кидывать урон. По 1100. По броне по 1100. По игроку, у которого есть дрон. 1100. То есть, если бы у него не было дрона, я бы по 1600 бы наносил. Просто по 1600 за выстрелом. Нормально? Я считаю, что очень круто. И, к слову, очень справедливо. Вообще, великолепная справедливость. От разработчиков. Для всех игроков, у которых нет дронов. Да, друзья? Вы тоже так считаете? Как мне все сарказмом сказано. Я не понимаю, честно, этого жесткого дисбаланса. Ну, ладно. Это мне хотя бы дает на аккаунте возможность быстрее набивать. Быстрее набивать. И выполнять заданку. Поэтому стараюсь выполнить. Узадайв, конечно, не совсем грамотно я прожал. В связи с тем, что я думал, что гаусс сводится не в меня, а в другого игрока. Но, к сожалению, сводка прилетела именно мне в танк. А не кому-то другому. В этом плане, конечно, не совсем круто получилось. Ой, хорошо, шарик унес. И было бы неплохо еще добавочки сюда накинуть. Вообще, было бы неплохо, наверное, нарезку. Куда-то к противнику заехать. Вот, два противника. Опять по 1100 накидываю. Когда у человека есть резист. Ой, не резист, дрон. Как это работает? Я не знаю. Вот так вот. Дроны есть, но ничего не помогает. Ты просто начинаешь уносить танк на еди-катке. Ладно, концентрация максимальная. Пытаемся вкидывать. Еще двойной. Неплохой по 1600 накидочку оформил. Три минуты прошло. Десять киллов. По киллам здесь ситуация куда хуже в этом бою. Не все так идеально, как в предыдущем. Но не расстраиваемся. Кидаем дэмэдж. Даже от стеночки можно добавлять. Можно не от стеночки. Можно как-нибудь просто вкидывать. Главное просто накидочку оформлять. Чтобы выполнить заданку. Мне вообще интересно, вот сколько реально максимально дать за подобный бой. Ладно, не успал. Сколько дать возможно реально максимально за подобный бой дэмэджа на грамме. Который меняем к седьмой. Этот лаг, конечно, очень неприятный. Очень неприятный лаг. Сводку еще успел добить. Да, гаус, конечно, для генерала это очень хорошая плюшка. Мне бы такой гаус тоже пригодился бы. У меня, к сожалению, подобных вещей нет. Но то у человека есть. Кризисов тоже сколько катается на таких званиях. Это донатеры? Почему у каких-то донатеров? Богатых. Все какие-то очень крутые играют. Я офигеваю даже. Немножко. Я не думал, что на таких званиях столько всяких качаных нагибаторов имеется. Я думал, тут больше каких-то таких небогатеньких буратин. Ну ладно. Пытаемся выигрывать в каточку вроде как. Уже 1-0 ведем. Может, сейчас даже 2-0 поведем. Пытаемся еще накид поформлять дополнительно. Кризис. Шикарно. Точку захватываем. 2-0 повели. Пытаемся накинуть еще урон. Главное здесь просто без перерыва урон наносить. Если без перерыва урон буду наносить, то особо никаких проблем по выполнению подобного задания быть не должно. в предыдущем бою у меня не особо шло. В этом вроде как по ощущениям чуть получше. Но может быть это только кажется. Может быть кажется по ощущениям, что лучше. А на самом деле урона будет меньше, чем в предыдущем. 17 киллов. Ну, примерно, по киллам то же самое. Очков немножко меньше. И противник пытается захватить центральную точку. Нам было бы неплохо сейчас ее не отдать. Потому что если мы ее отдаем, то ситуация у нас становится не самая лучшая. Ай, точку захватывают. Но остается полторы минуты. Времени не так много. Можно чуть-чуть подсейвить точку и железно выиграть этот бой. Точка справа очень открытая, хорошая позиция. Для меня так точно. Поэтому пробуем. Гаусс водку опять дает. Почему по мне именно сводка летит? Не по кому-то другому. Ну и посмотрим, сколько я за этот бой уже получу очков. Выиграем за два боя или не выиграем? Ой, выполним за два боя или не выполним? Это главный вопрос. Главный вопрос. Точку никто не захватывает. Вот видите, как играют игроки в матчмейкинге на подобных званиях. У них есть даже кризисы. Есть гаусс с отключением. Но вместо того, чтобы захватывать точку, когда у них остается 40 секунд до конца боя, они принимают решение, что лучше просто постоять, почилить на центре. Нормальное решение? Я считаю, очень жесткое. Очень жесткое решение. Прямо вообще сферы грамотные. Направленные исключительно на победу. И прилетает именно по мне. Надо чуть-чуть подхватить точку, придержать. Противник не захватывал. Я думаю, что этот бой уже мы точно выиграем. И посмотрим, сколько мы получим за 7 минут. Ой, хорош! Хорош! И придержать чуть-чуть. Чуть-чуть придержать, чуть-чуть придержать. Хорош, хорош. Хоппер, красавчик. Я бы еще пару выстрелов бы успел выдать. Было бы вообще шикарно. Ну и смотрим, сколько мы за этот бой заработали? За этот бой заработали около 100 тысяч. То есть, по сути, за 3 боя на подобном вооружении выполняется 270 тысяч очков. Неплохо! Неплохо! При том, что у меня нет никакого бустера. Нету викинга, с которого можно было бы еще больше дэмэджа давать. Для дико грома я считаю, что это очень даже неплохая базовая тема для выполнения подобных заданий. Но дисбаланс, конечно, чувствуется. Если сейчас еще кинет в каточку на более маленькие звания, а не будет майора бросать к генералам, да, то я думаю, что ситуация крайне сильно поменяется. У меня будет возможность набивать в бою не по 700 очков, а будет возможность набивать уже по 1000, может даже по 1100. и это будет вполне нормально для такого аккаунта. Дюссельдорф примерно с моими званиями. Еще и уже начатый, в котором прошло полноценно сколько? 2 минуты. Смотрим, смотрим, что будет у нас сейчас здесь. Попробуем покилять противника в преимуществе. покатать наверное на вражеские респы и посмотреть за всей ситуацией, которая у нас может сложиться. Ну, я уже вижу по накидке, что здесь все будет обстоять намного проще. Что-то сводится, шафт какой-то жесткий. Стабильно по 1200 урона каждому танку, примерно как и в предыдущем бою, только здесь это уже стабильно, потому что дронов нету, и где-то может быть даже больше. Да. И это тоже здесь генералы есть, есть капитаны генералы, есть майоры, то есть звания здесь тоже довольно плавают. Ну, дронов немножко прикупили, конечно, игроки уже. Чуть-чуть дроны у них есть. Не сказать, что в большом количестве, конечно. Чуть-чуть прикупились молодые люди. Давайте попробуем сейчас еще после этой точки отправиться к противнику на респаун и там попробовать закрепиться. Здесь больше всего респит справа, наверное. Давайте попробуем туда поехать. Попробовать посмотреть, смогу ли я там вообще пожить или не смогу. Я смогу пожить у противника на респе. это будет очень жестко. Мамонт какой-то не особо понимающий, что нужно делать. Ну, давайте вкидывать, вкидывать. Давайте как можно больше. Громы уже сомничтожаются просто. Ну, а я просто начинаю максимальный дэмэдж вносить. Уже наши тиммейты тоже катаются по вражеским респам. Нажмем овер. Попробовать точно подольше. Пробуем покидать по одному, второму, по третьему. Баншот, к сожалению, не прилетает. Ну, еще один гром дам точно. Может, даже два. А, еще аптечка есть. Еще поживем. 17 килог на вражеском респе. 18, 19, ваншоты полетели, 20, 21, овердрайв следующий. Ну, тут можно жить просто, просто жить на вражеском респе. Нормальный баланс? Как вам? Неплохо? Шикарно? К сожалению, бомбочку здесь прожимают, я ухожу на резку. 22 на 1. Нормально? Нормально, что я могу сказать? Нормально, да. То есть, купил дрон, выкачал дрон на фул, зашел на звание с нормальным гаражом и все. И все, считай. Ну, считай, что противника как будто у тебя на карте нет. Да, то есть, как бы кто-то катается, но ты его вообще не чувствуешь. И сидишь чисто респиш. Ну, и это третий бой полноценный, который мы скатали и за три полноценных боя, за 19 минут, которые идут, идет видеоролик, я выполняю все три задания на аккаунтике. Как-то так, как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, как вам играется в матчмейкинге на таких званиях, но я для себя понял, что майор даже с генералами может спокойно отлично бороться, справляться и стараться их выигрывать. Ну, а что касаемо своих званий, то здесь вы видите, насколько дикий дисбаланс у игрока, у которого есть дрон, и у игрока, которого есть дрон, но он не качанный, что происходит в подобных боях. Если вам нравится данная рубрика, если вы хотите видеть ее чаще и вообще в принципе видеть ее, то давайте наберем, как всегда, 150 лайков набирается, выходит следующий видос без доната, я думаю, что следующий можно было бы открыть контейнеры, которые у меня накопились уже более 80 штук, откроем их, посмотрим, мне нужны кристаллы на прокачку нового вооружения, ну и не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны, вдруг, да, по-моему, мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.